здравствуйте сегодняшний ролик я решил посвятить краскам него рассказать что я знаю о них и попытаться вместе с вами решить насколько эти краски уникальны лучше ли они чем краски его color и каждый сам для себя сделает выбор в описании к ролику я взял статью сайта компании мил перевел ее на русский язык и она будет в описании это то что него пишет сама про себя пожалуйста кому интересно прочитайте я думаю что многие зубные техники так же как я обиделись бы если бы их назвали каткам операторами у меня был такой случай на одном из первых конгрессов по цифровой технологии один очень крупный дилер и не буду называть его фамилию при очень большком скоплении народа сказал ребята мы все уходим в цифру зубные техники больше не нужны вы можете поехать на три вокзала взять там девушек с низкой социальной ответственностью заплатим заплатить им чуть больше денег чем они получают и стать за два месяца миллионерами я был просто в шоке от такого заявления я думаю что вы со мной согласитесь что мне кажется что если каткам операторы не имеющие зуботехнического образования купит краски милу начнут ими работать так как это рекомендует компания вряд ли они добьются хорошего результата потому что компания говорит что краски значит наносится все за один обжиг и дальше больше ничего не нужно то есть очень просто не нужно много манипуляций но занимаясь окрашивание много лет я знаю что получить хороший цвет плавные переходы за один и даже два три обжига ну сильно трудно поэтому как бы мы проводим эти курсы и всегда на вас их пригла и всегда вас на них приглашаем следующий момент значит написано что это краски для диоксида циркония но подходит к любым материалом значит диоксид циркония это самый проблемный материал в окрашивании поэтому когда мы проводим курсы по окрашиванию мы проводим курсы по окрашиванию сначала вас идет базовый курс на котором мы раскрашиваем керамику а только потом мы идем на циркон потому что это два абсолютно разных окрашивания и самая большая проблема состоит в том что любой циркон не флюоресцентен и поэтому добиться красоты эстетики и цвета за один обжиг относится с моей точки зрения к мифам момент следующий значит компаниями утверждает что у нее значит есть 16 цветов по видите я тоже с этими согласен потому что это не соответствует действительности и я вам сейчас это покажу так как например в калоре есть 16 цветов дентиновых для воссоздания цветов от 1 до d3 плюс цвета для обличия оттенков что у не присутствует никак дальше попробовав эти краски к счастью бесплатно и вы тоже сейчас увидите фотографию есть очень большая вероятность ошибка ошибки цвета потому что краситель очень сильно похожи друг на друга что еще меня очень впечатлило и задорило значит написано что ну как я вам уже говорил в инструкции что все материалы готовы к использованию без предварительных манипуляций но все консистенции разные все цвета абсолютно разные с текстурными массами получается утолщение поверхности групповые цвета не соответствует 16 цветам виты а д и их оттенком концепции вокалор отличается при этом всем требованиям современных материалов для окрашивания а также предлагает другие варианты как внутреннее окрашивание при послойном нанесении например вот что мне удалось выяснить самому методом проб и ошибок и теперь давайте мы попробуем изготовить мимо из вокалора компания которая произвела эти краски называется дженсен находится она в штате connecticut компания производила металл керамику но это керамика никогда была не представлена на русском рынке и как бы стыдно не то что она находится в гараже как бы неважно с чего начинать да но просто если допустим сравнить с компанией ваклар который имеет по всему миру тысячи университетов заводов как бы вот по промышленным масштабам по уровню исследований она мил нет никаких исследований вообще вопрос к вам кому вы больше будете доверять теперь мы попробуем вспомнить старый я всегда вам говорю что все новое это хорошо забытое старое проходку это определенное время какие-то люди говорят а вот никто же про это не знает а я помню и появляются такие патенты ну вот например когда мы работали еще материалами classic я был допустим на курсе там у баси он учил на следующему что когда мы делаем корректировочный обжиг например хотим получить какой-то эффект или его подправить и точно знать допустим как он будет выглядеть после обжига то он просто берем ту массу допустим голубую там розовую неважно какую смешиваем ее напополам с массой допустим идон до корректировочной массы разводим на массе для глазури и красок и в этом чистом виде ее наносим это тоже жидкая керамика вопрос сколько поставить выдержки и тогда когда мы ее наносим мы сразу видим цвет который будет после обжига и это было очень удобно и я так работаю до сих пор вот и поэтому я не понял чем меня впечатлило мило жидкая керамика очень интересно если я порошок развел жидкостью это все значит это же тоже жидкая керамика в чем патент любую любую массу мы можем разводить жидкостью для глазури и красок специальным ликвидом я потом скажу каким и работать сразу но на корректировке только на корректировке ами у как бы это последние слои то есть как раз то что нам надо давайте попробуем на элементарном уровне сделать мил из его колора если вы возьмете глазурь флю от его колора добавите в нее 50 процентов транспарент клер вы получите одной из частей мило если мы в шейдо красители добавим 20 25 капель этого же ликвида то мы получим те же краски мило но в более широком спектре и нанесение нас будет более тонкая и более естественно и более красивая это факт можете пробовать дальше я вам хочу представить вот этот чудо материал который называется selection и про него рассказать он запатентован компанией ваклара и воды этот материал в разработке этого материала принимали такие ведущие специалисты которыми мы все хотим попасть на курсы как агусто бригера оливер брикс герарту баси что за не сделали когда мы приезжаем к ним на курсы они из любой массы делают миксы эти миксы наносят и получается супер эффекты вам обычным зубным техникам вот эту консистенцию даже после курсов по ней повторить тяжело поэтому они взяли импульс ассортимент взяли свои самые любимые цвета каждой свои и разбавили эти цвета по консистенции более мягкими сделали их и у вас есть сразу готовые эффекты фотографии будут возникать по ходу движения ролика и эти краски вот это как бы называется сухие красители но как бы это керамика и вы тоже можете эту керамику размешивать например жидкостью для глазури если вам это необходимо вам нужно не забывать о том что температуру должна быть тогда сушки выше но давайте сравним вот значит у компании la clara evadent есть ассортимент selection супер эффекты еще есть его color с огромным потенциалом с глазурью и я вам сказал как вы можете пробовать и вы получите краски больше и лучше чем мило если не будете лениться и попробуйте чтобы хотел сказать еще как бы завершение я не говорю что краски мило они плохие краски и хочу сказать о том что красители на самом деле хороших очень много очень неплохие красители от компании вита есть очень классные краски криша это список может быть продолжен я хотел бы сказать о том что не всегда нужно доверять производителям которых мы мало знаем который никак себя не не зарекомендовали на рынке и как бы хотят этот рынок вот таким способом захватить если вы работаете материалами компании la clara evadent то его color для вас всегда будет лучше чем мило и я как бы попытался в этом ролике там открыть вам некоторые секреты там или трюки чтобы сделать лучше чем мило если вы думаете какие краски приобрести то это ваш выбор и вы можете выбрать любые вот просто посмотрев этот ролик вы должны принять решение сами не стесняйтесь пишите вопросы оставляйте комментарии будьте с нами видео будет больше спасибо